всех приветствую продолжаем рассматривать работу художников и описание к этим работам пармиджанина амур с луком между 1534 и 1539 годами дерево масла 135 на 65 пармиджанина создал данную картину в последние десятилетия своей жизни период когда он жил в парме об этой работе сохранил свидетельство жоржа вазари автора знаменитой жизнеописания итальянских художников которые сообщает следующее для кавалера боярда пармского дворянина и своего ближайшего друга он пармиджанина написал картину с купидоном мастерящим лук в ног его сидят два мальчика один из которых схватил другого за руку и смеясь подстрекает чтобы тот дотронулся до купидона пальцем а он не хочет этого и плачет от страха обжечься о любовное пламя эта картина прекрасная по колориту островные по замыслу изящные по своей манере служившая и служащие предметом подражания изучения со стороны художников и любителей искусств находится ныне кабинете сеньора марка антония ковалька наследника кавалера боярд так писал джорджи вазарь композиция произведения смелая необычный амур бог любви показан со спины когда он поставив ногу на книги демонстрировать тем самым свою власть над ученой премудростью строгает большим ножом лук представлены в сложном ракурсе фигура расположена достаточно близко к зрителю и развернута так что взгляд герой обращен на него сюжет имеет иносказательный смысл два амурчика один из которых сердится а второй подмигивает возможно воплощает противоположные силы любви ту которая питает чувства другую который гасит расположение фигур их эффектное освещение а также моделировка тел нежнейшими прозрачными тенями все это говорит о виртуозном мастерстве пармиджанина вот такое описание у книги великие музеи мира к работе амур с луком автор пармиджанина пока пока до свидания амур с луком автор пармиджанина пока до свидания амур